Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует компания RUFER, меня зовут Рыбаков Павел. Сегодня я хочу поговорить про устройство мансардной крыши. Сегодня вторая серия моего небольшого сериала. Сегодня я также хочу затронуть тему гидрорезоляционных пленок, потому что в прошлой серии я еще не все про них рассказал. Если мы посмотрим в Яндексе или в Гугле и наберем, какие самые популярные запросы про устройство мансардной крыши, мы увидим, что один из самых таких популярных запросов это какой стороной укладывать гидрорезоляционную пленку. Несмотря на то, что с моей точки зрения это очень простой вопрос, на который очень легко найти ответ, но все равно очень многих людей этот вопрос беспокоит. Поэтому в этом видеоролике я расскажу вам о том, как определить эту сторону, которая должна укладываться на утеплитель и какая сторона должна смотреть на небо. Сегодня я хочу провести небольшой эксперимент и ответить вам на этот вопрос. Производители вообще, если так честно, говорят о том, что диффузионная мембрана, не имеет значения, какой ты стороной ее будешь укладывать, все равно она будет пропускать пар. Поэтому сегодня у меня есть вот такой вот чайник, есть диффузионная мембрана, есть небольшой кусочек металла. Мы доведем чайник до состояния кипения, поставим этот кусочек металла на нашу диффузионную мембрану и увидим, пропускает она пар. Потом мы эту пленку перевернем и также проведем такой же опыт. Но несмотря на то, что наша диффузионная мембрана пропускает пар в эту и в эту сторону, все равно имеет значение, какой стороной укладывать эту пленку. Так, снимаем крышечку. Включаем чайник, укладываем нашу пленку, сперва правильной стороной. Правильная сторона, это у нас та сторона, где есть маркировка, она должна смотреть на улицу. Та сторона, где маркировки нету, она должна укладываться на утеплитель. Вот этой коричневой частью я укладываю утеплитель, я укладываю кусочек металла на пленку, зажимая вот эту кнопочку, чтобы большое количество пара выходило через пленку и будем смотреть, на самом деле будет она пропускать пар или не будет. Кусочек металла уже начинает нагреваться, видимо, горячий пар уже начинает через нашу мембрану проходить. Обратите внимание, есть вот небольшое пятно, в котором мы увидим, что оно образовалось от пара. Это говорит о том, что пар прошел через пленку. И проводим точно такой же эксперимент, только теперь вот эту сторону мы укладываем, которая у нас идет с маркировкой, укладываем на чайник, я ее протер, чтобы она была сухая, кусочек металла я также протер, чтобы он был сухой, укладываем ее и нажимаем кнопочку, для того, чтобы чайник еще раз закипел и большое количество пара быстро проходило через пленку, и мы увидели, на самом деле наша диффузионная мембрана пропускает пар и в эту, и в эту сторону, или производители нас обманывают. Да, также если мы смотрим на этот кусочек, то видно, что пар и с этой, и с этой стороны у нас проходит, и кусочек металла у нас влажный. Вот видно, что это вода. После того, как мы с вами провели небольшой эксперимент, убедились в том, что диффузионная мембрана на самом деле обладает паропроницаемостью и не имеет значения, какой стороной ее укладывать, пар все равно будет проходить через эту мембрану, но все равно производители рекомендуют укладывать нашу пленку определенной стороной, чтобы определенная сторона смотрела на небо и определенная сторона укладывалась непосредственно на утеплитель. Три причины, почему это нужно делать. Причина номер один. Производитель на правильную сторону, на наружную сторону наносит специальный слой, который защищает пленку от ультрафиолетового излучения. Когда светит солнышко, не всегда получается быстро закрыть крышу. Иногда бывает такое, что пленка гидрозаляционная может провисеть, например, на улице и месяц, и две недели, и два месяца. То есть достаточно большое количество времени. Поэтому пленка обязательно должна выдерживать такие нагрузки и не разрушаться, потому что потом, когда мы накроем кровельное покрытие, нам важно, чтобы эта пленка служила еще нам долго-долго, да, и мы не переживали по поводу того, а не разрушилась ли эта пленка, а не попал ли у нас конденсат на утеплителе. Причина номер два. На верхнюю часть пленки наносится еще один слой, который защищает пленку от термического давления. Допустим, вы используете такую кровлю, как металлочерепица или фальцевая кровля. Температура ее нагрева составляет 70 градусов. Представляете, какое давление будет давить на нашу пленку. Соответственно, этот слой должен выдерживать такие нагрузки. Понятное дело, что если у вас правильно сделана вентиляция подкровенного пространства, то температура будет ниже как минимум в два раза. То есть, если 70 градусов она нагрелась, то при воздушных потоках эта температура будет в районе 40 градусов. Но все равно, даже 40 градусов это все равно много. Поэтому пленка должна защищать нашу мансарду от такого большого термического давления. Причина номер три. Когда мы монтируем нашу гидроизоляцию, бывают такие моменты, что на пленку падают саморезы, бывают такие моменты, что на пленку падают молотки, бывают такие моменты, что вы сами на пленку наступаете. Поэтому верхний слой, он немного более жесткий, чем вот этот слой. Есть у разных производителей различные пленки. Есть, которые большие физические нагрузки пленки выдерживают. Например, производитель Delta сделал такую пленку, которая называется Delta Max. Мы проводили эксперимент. Кидали на эту пленку молоток, и эта пленка не рвется. То есть, она, конечно, недешево стоит, она небюджетная, но пленка очень крутая. Защита от физического воздействия – это очень важно. Отвечаю на первый вопрос. Как определить эту сторону? Потому что мы поговорили, что сторона на самом деле важна. Теперь, как эту сторону определить? На самом деле, очень просто. У меня есть два фактора, по которым определяю правильную сторону. Все производители пленок, с которыми я работал, это бывают и бюджетные пленки, и дорогие пленки, потому что мы работаем с разной категорией клиентов, всегда наружная сторона находится внутри рулона, чтобы вам удобно было эту пленку раскатывать. То есть, если мы, допустим, предположим, что вы будете раскатывать вот так, на крыше это вообще неудобно. Удобно пленку раскатывать вот так. Поэтому правильные производители, те производители, по крайней мере, с которыми я работал, они все, можно их назвать, все правильные, да, они правильно закатывают пленку, и наружная сторона этой пленки находится внутри, чтобы нам было удобно эту пленку раскатывать. И второй фактор, как обнаружить правильную сторону, это либо позвонить производителю. У нормальных производителей также есть технический отдел, куда вы можете обратиться, и вам подскажут, да, если вы вдруг сомневаетесь. И также у нормальных пленок, у нормальных производителей есть инструкции по монтажу, которые вы посмотрите, и без труда определите, какая сторона правильная, какая неправильная. Вот такой вот небольшой видеоролик, если он вам понравился, жмите палец вверх, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что каждую неделю я буду рассказывать о том, как правильно и качественно построить себе дом. Всем, друзья, желаю удачной стройки!